Доброго всем! Сегодняшнее видео будет посвящено литым сёдовам клапанов. Как ни странно, но нас периодически спрашивают о том, что можно сделать с такими просевшими сёдовами, ведь они выполнены заодно с головкой, то есть отлиты, а затем проточены в нужную конфигурацию. По большому счету это не является большой проблемой, конечно же при наличии определенного оборудования. Сейчас я вам покажу, как мы выполняем подобную работу. Это головка подружчика балконка, чугунная, с отлитыми сёдовыми клапанов. Мы подобные работы выполняем на координатно-расточном станке. Расточник Виталий ставит на станок головку, фиксирует её, выставляет по угоду. Затем берет координаты всех отверстий коллекторов, в которых мы будем восстанавливать сёдла. В этой головке мы меняем, вырезаем и ставим новые все сёдла. Измеряем диаметр тарелки клапанов, как впускных, так и выпускных. Накинем на этот диаметр 2 миллиметра, этого будет вполне достаточно. В нашем случае выпускной клапан диаметром 36 миллиметров, будем делать проточку размером 38 миллиметров. Впускной клапан 44 миллиметра, соответственно делать станем 46 миллиметров. Ставим и выставляем резец, выставляем его примерно по размеру седла. Затем делаем предварительную проточку, взяв буквально немного, чтобы можно было измерить диаметр. Измеряем полученный размер. Выходит 44,5. То есть нам нужно добавить вылет резца на полтора миллиметра пополам. Вновь сделаем предварительный рез и вновь произведем замер. Да, вышли мы на 46 миллиметров. Почему измерение делаем штангенциркулем? Да все потому, что нам сейчас точные размеры в принципе не требуются. Глубину паза подседол выполним на 7 миллиметров, а плоскости глубина проточки составит 10 миллиметров. Выставляем глубину 10 миллиметров и приступаем к резинку. Далее выполним все отверстия этим размером, передвигая головку по ранее снятым координатам. Добавим на чистовой проход десятку и вновь проточим все диаметры. Подобным образом поступаем и с выпускными седлами. Вновь протачиваем все выпускные посадочные гнезда. Сперва пристрелочная проточка, замер, основная проточка и соответственно чистовая. Я понимаю, что возникнут вопросы по впускной проточке, там не будут части упорной полочки под седлу, но это никак не отразится на работе головки. Седлу достаточно остальной упорной плоскости. Измеряем полученные проточки. На впускных седлах добавим припуск на натих 12 сеток, на выпускных седлах 11 сеток. По итогу замеров оформляем заявку на изготовление седла для токаря. Вносим в нее требуемые размеры. И далее токарь по нашей заявке изготавливает седла. И затем готовые передают Геннадий, слесарь-механика. Геннадий подбирает требуемые оправки, остужает седла и приступает к монтажу. Остается дело за малым. Нарезать на новых седлах фаски рабочую и вспомогательную. Делаем мы это профильным лесом, у которого есть сразу все три фаски. Ну и далее будут заключительные операции. Это притирка клапанов, притирка клапанов, сборка и так далее. А на этом у нас для вас все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопрос, ответим. И без аварийных вам поездок. И без аварийных вам поездок. И без аварийных вам поездок.